Всем привет, меня зовут Александр, это продолжение прохождения игры Horizon Zero Dawn. На данном этапе мы пришли в новое охотничье годе, грубо говоря, четвертое из пяти. Прошлое три мы прошли уже на идеально, и будем проходить теперь испытания на скрытность. Далее пойдем поиграем уже, кстати говоря, по сюжету. Поэтому квестов у нас осталось не так много, но довольно интересные. То есть вот эти квесты типа длинношей я выполню за кадром, соберу кружечки, там соберу цветочки и там подобное тоже за кадром, чтобы чисто обменять на хорошие кушки. Вот, поэтому давайте выполним уже те испытания, которые мы должны взять. Я тебя давно услышал. Рыскари атакуют без промедления, не показываясь им на глаза и перебей их. Соберись с духом. Испытание начнется, когда ты спустишься по веревке. Теперь. По сути. Начнется. Проха всё. Но pitkä всё. Давай-дlah. Пр赵, fermа. Есть24 парт. Спасибо. Ну, я хорошо. ДжоьяTON, переход. Всегда. Не Scratch. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, я прошел испытание Успел, да, то есть до двух минут В принципе, неплохо Так, теперь нужно благополучно вернуться на точку сбора Какое мастерство из первой же попытки Сияющее солнце Сияющее солнце Где ты? Скоро, вы ревностно оберегают свою березу В этом испытании ты должна скрыть четыре емкости Соберись с духом Испытание начнется, когда ты спустишься по веревке Ладно, давайте попробуем Музыка Так, все В общем, получилось только так Потому что, ну, вскрытную чисто не выходило Потому что они надевали их на себя, получается, и все То есть, ну, я ничего не мог сделать за минут 005 А мне нужно было за короткий срок, то есть, ну, забрать все Поэтому такие вот моменты Прошел не сразу, признаю Прошел с попытки С попытки пятой Но, тем не менее, прошел Какое мастерство из первой же попытки Выбери веревку и спустись вниз Так, учитывая мой неудачный опыт попыток убить эти машины, да Мой вариант наилучший Это будет их, так скажем Ну, воздействие электричеством Потому что они больше всего подаются именно вот на эту тему Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... могу сказать что впритык мастерство из первой же попытки сияющее солнце ну вот и все прошли да на мой взгляд это наиболее такое сложное было потому что тут как-то прям приходилось потеть немножко то есть да не с первых попыток да то есть но тем не менее было пройдено все получили 31 уровень давайте сразу же бахнем себе навык я вот этот навык бахну чтобы резко находить более серьезные ну и все то есть теперь можно переключаться на двойные тройные стрелы думаю переключусь ну как бы и там уже по ситуации на концентрацию на перезарядку вот все мы выполнили еще одно охотничьи угодья по поводу наших заданий да что у нас осталось у нас осталось еще одно охотничьи угодья но кстати располагается далековато да то есть вот ну как бы тем не менее да то есть нам в любом случае нужно его выполнить чтобы чтобы что сделать чтобы получить крутое оружие поэтому давайте мы это сделаем то могу сказать мы почти подошли к нашему финальному угодью это вот где-то вот в этой стороне надо перейти будет дорожку давайте короче встретимся уже охотника и начнем это выполнять потом погнали так я подошел до подошел нас вот наши финальные угодья да так скажем последние три испытания и после этого наконец-таки мы поменяем наши старые старые пушки на более новые серьезные так давайте сразу ну пока не будем ничего делать вот тут только сделаю и поговорю с нашим охотником ты кажется заблудилась нора ваша священная земля так далеко не простирается я хожу куда хочу а ты тут кто я смотритель этих угодий а это значит разумеется что я местный представитель дома охотников если конкретнее я провожу испытания укротителей хотя бродяжки нора такое испытание не пройти ты будешь удивлен едва ли как тебя сюда занесло меня не занесло это честь тебе этого не понять но в доме охотников что меридиане меня очень ценят так ценят что сослали тебя сюда самую глушь ты собираешься проходить испытания или так и будешь языком трепать какие испытания в этих угодьях проходят испытания укротителей их суть в том чтобы охотник обратил способности машин себе на пользу ты можешь взять оружие одной машины и выстрелить из него под другой это непросто но огневая мощь часто оправдывает риск что такое дом охотников это традиция карха уже много веков благородные семейства заведуют домом мы состязаемся побеждая самые грозные машины надо же ты выиграла три полу солнца теперь тебя пустят в дом охотников меридиане только не рассчитывай на теплый прием это благородные учреждения а не кабак для всяких бродяг и дикарей как определишься с выбором дай знать в этом испытании ты должна будешь расстрелять машины из орудия на спине лиходея ты можешь либо отстрелить орудие либо ткнуть лиходея этим своим чудо копьем чтобы заставить его сражаться за тебя и вот еще тебе совет при любой возможности старайся использовать разрывные стрелы сшибают орудия с одного попадания удачи тебе пригодится как тут самое главное не нарваться на громозилу а так в принципе все окей мне не нравится то что тут близко слишком стоит давайте не будем распускаться по веревке моя очередь так уходим у нас все получилось я глазам не верю ты взяла сияющее солнце с первой попытки я знаю кто ты такая ты нора что умеет управлять машинами у меня есть испытание как раз для тебя в этом испытании тебе нужно укротить лиходеев и заставить их напасть на громозева но если ты не умеешь их укращать ты к такому не готова в этом испытании тебе нужно расстрелять лиходеев из орудия громозева ты можешь либо отстрелить орудие либо ткнуть громозева своим чудо копьем чтобы заставить его сражаться за тебя да и по орудию громозева лучше стрелять разрывными стрелами одно попадание и дело сделано хороший выбор удачи ладно давайте подготовимся оружка тоже будет нужна кое-какая здесь и припасы плюс надо очень грамотно ловить тайминги без правильного так скажем планирования нифига не выйдет что и 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 Продолжение следует... 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 Может, это машины? Но как? Каменолом не огорожен, а коршуны на такое вряд ли способны. А ты здесь ничего необычного не замечал? Дай подумать. Ах да, лужи крови, куча мяса. Прости, нервы сдают. Не привык к такому. Всё как обычно, разве что. Ну, породу недавно взрывали. И Сарават сказал, нет, это глупость. Вы применяете взрывчатку? Конечно. Пробиваем породу к залежам. Каждый год взрываем, недельку. Но при чём тут наши убитые? Их же растерзали, а не взорвали. Что именно сказал Сарават? Да, ничего. Лепетал что-то про кучку камней. Якобы ещё вчера её там не было. Говорю, это каменоломня. Мы тут целый день камни ворочаем. Так что он нашёл чему удивляться. Дубина. Осмотрю каменоломню. Если это поможет. Вот, собственно говоря, мы ещё взяли один квестик, да, с небольшим количеством опыта. Я, кстати говоря, когда шёл к этому месту, убил пару машин и поднял тоже уровень себя. Давайте мы этот квест оставим на потом, да, хотя... Да, оставим квест на потом. У нас слишком много побочек невыполненных осталось, потому что мы не можем приручать машин. Я пойду дальше. Как бы сюда мы вернёмся чуть позже. Надеюсь, тут больше никаких скрытых квестов не будет. Хотя я бы сходил бы вот ещё посмотрел. Ну, тут вот кровь. Точнее, квест у нас есть, да. Я бы сходил бы ещё в округе, бы осмотрелся, потому что... Ну, вот каменоломли, да, сверху от города. А ещё вот здесь, да, вот на вершине вот этого храма, возможно, что-то есть. Хотя здесь, возможно, квест я тоже уже выполнял. Вот, там вообще вроде бы квест у нас по этому, по сюжету идёт, то есть тоже. Вот, поэтому как бы ладно, чё, я пойду дальше Колину. Будем раскопки открывать, то есть, да, и решать проблему с доступом к программам новым, чтобы можно было приручать машины и завершить испытание, единственное, которое у меня осталось в Охотничьих угодьях. У меня реально осталось одно испытание в Охотничьих угодьях, которое я не могу выполнить. Поэтому погнали, увидимся на той стороне, как раз я подсоберу хилки ещё. Так, я подхожу к нашей точке основной, да, получается. Роза сквольна, да, то есть у меня ресурсы есть, снаряды есть. В принципе, я готов к тому, чтобы с ними попадаться. Поэтому давайте мы быстренько уже подойдём. Закрутим основное действие. Посмотрим, что там будет твориться. Так, ну, судя по всему, вот через эти катакомбы нужно будет идти. Так, я, походу, перешёл до точку какую-то. Войдите в зону раскопок, отлично. Вот, смотрите, тут прям как будто под нас, да, куча кустиков валяется с лечебными травами. Замечательно. Собственно говоря, то, что нужно. Так, только теперь нужно пройти правильно. Давайте найдём вход. Вход у нас где-то вот здесь, да? Эй, кто там наверху? А кто там? Лежать или драться? Конечно, драться. Так, ну, раз уж у них синий цвет, то по-любому нужно будет забрать. Ну, и всё, в принципе, можно теперь идти. Так, моя точка располагается в этой стороне. Так, ребята, куда? А, вот здесь. Вот чего вы хотите. Оживить этих жутких древних тварей. Их сила служит нам. Машины-демоны из глубин земли. Это же кошмар. Кошмар, да. Поплотятся худшие страхи наших врагов. Да. Восстань. Отдумала застать одного. Они же нас всех уничтожат. Они уничтожат только наших врагов. И вернут нам земли, которых мы... У меня визор выключился. Обыщите всё. Это лазутчики. Прости мне эту вольность, Элой. У меня не было выбора. Кто это? Доброжелатель. Их визоры отключились, но я не знаю, надолго ли. Теперь дело за тобой. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Тихо. Тихо. Был шанс. Тихо. Тихо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...